Видео с аварией Назернова облетело практически все нижегородские паблики. У дома 60 водитель 46-го года рождения 13 сентября сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе. Юноша ехал по переходу на велосипеде, не спешившись. В результате аварии он получил телесные повреждения и после осмотра врачом ушёл домой. В данном дорожно-транспортном происшествии вином у нас является молодой человек, который я пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по нерегулированному пешеходному переходу. В отношении него был составлен административный материал по статье 12.29, часть 2, а на его родителей был составлен также административный материал по статье 5.35. На прошлой неделе зафиксировали 4 ДТП с материальным ущербом. Дорожные полицейские выявили 100 административных правонарушений. Четверо саровчан сели за руль пьяными. 19 ехали в авто без ремня безопасности. 12 автомобилистов нарушили правила дорожной разметки и знаков. А 11 горожан выехали на улицы города на неисправном транспорте. Также сотрудники госавтоинспекции ведут активную работу по пропаганде правил дорожного движения. В данном направлении мы ведём деятельность свою ежедневно. Также задачи поставлены сотрудникам дорожно-патрульной службы, которые несут службу непосредственно около проезжей части. Также у нас ведётся пропагандистское направление именно с несовершеннолетними подростками, которые совершают административное правонарушение в области безопасности дорожного движения. И с их родителями на классных часах в школах, в садиках проводим беседы с родителями. Анна Пилипец, Евгений Ушикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.